Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 31 марта, пятница. Давайте посмотрим, чем у нас завершается торговая неделя. По паре евро-американский доллар мы можем видеть продолжение нисходящего движения. Вчера ушли ниже отметки 1.0738, обновили минимум, которые были 29 марта, и тенденция, нисходящая в краткосрочной перспективе, продолжается по паре евро. Если мы говорим о сигналах на присоединение именно на рост евро, то здесь как минимум нужно дождаться обновления максимумов, по крайней мере, вчерашней торговой сессии по значению 1.0770. Пара британский фунт-американский доллар также находится в коррекции, но вчера мы видели обновление максимумов 29 марта, что, в свою очередь, нам может говорить о начале продолжения восходящего тренда по паре британский фунт-американский доллар. Здесь как минимум паре нужно остаться выше 1.2398, минимум, который был зафиксирован вчера. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение, хотя и подошли вплотную к отметке 76.37, это минимум, который был зафиксирован вчера. Но, тем не менее, пока пара остается выше, то сценарий на укрепление австралийского доллара пока остается в приоритете. Пара американский доллар, канадский доллар имеет смысл, на мой взгляд, рассматривать только пока 4-часовой таймфрейм. Здесь мы видим диапазон 1.34-1.3270. Пока торгуемся в рамках данного диапазона, сейчас пара находится практически в середине данного диапазона. И говорить о направленном движении мы можем только после выхода за его пределы. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое восходящее движение, напомню, которое мы стали отслеживать с прошлых наших обзоров. Пара ушла выше отметки 111.22 и на текущий момент коррекционное восходящее движение по паре американский доллар и японская иена также сохраняется. Индекс DAX продолжает свое восходящее движение. Если говорить о краткосрочных уровнях, за которыми нужно отслеживать, это минимум, который был зафиксирован вчера по цене 12.193. Тенденция на укрепление также сохраняется. По золоту мы видим начало коррекции. Вчера ушли ниже отметки 1246 долларов за тройскую унцию. Сейчас мы видим в краткосрочном перспективе развитие коррекционного движения по данному инструменту. Уход выше отметки 1253 откроет новые возможности для присоединения на покупку по данному инструменту. Ну и нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение после выхода из краткосрочного диапазона, который был отмечен ранее. И нефть продолжает свое укрепление в область 53 и 54. Следующая отметка, следующая цель это 53.50 и после этого уже можем двинуться на 55. Всем спасибо за внимание. С вами был Иосаков Роман. Напомню, что со следующей недели стартует курс персональной инвестиции. Найти ссылку для регистрации вы можете под этим видео. Оставляйте ваши вопросы. Всем спасибо и до свидания.